друзья всем привет меня зовут кучеляенко растислав мы находимся на канале флагман рыбалка и туризм и сегодня у нас снова флэт фидерная тема многих мучающий вопрос как ловить на дальних дистанциях какие удилища использовать и какую технику применить чтобы забросить далеко я в данном случае буду пользоваться удилищем blackpool это экстра хэвик он 14 футов длиной с тестом до 180 грамм в идеале удилища должны быть быстрым строем а еще лучше если это сверхбыстрый иначе просто удилища будет проваливаться на забросе и дальний заброс у вас не получится на флэт фидерных удилищах для дальнего заброса входное кольцо должно быть минимального диаметра 30 миллиметров также лучше применять бланки с разнесенной рукояткой потому что здесь вы можете сделать максимальное приложение силы при забросе квивер типы которые устанавливаются на фидерное удилище всегда самые жесткие это порядка 5 6 на некоторых удилищах и 9 унцовые если мы используем кормушки 80 100 грамм это самые ходовые для дальних забросов то шок лидер должен я скажу в либрах потому что у каждого производителя диаметр отличается я ориентируюсь на разрывную нагрузку в либрах как правило это 35 38 лб иначе шок лидер тоньше он просто-напросто рвется на забросе следующий пункт это подбор флет кормушки для дальнего заброса на удилище с тестами 180 грамм как правило идеально подходит груз который его вгружает это 100 грамм флет кормушка по свинцу не считая корма то есть она получается где-то в пределах 130 135 грамм такой вес хорошо прогружает бланк хорошо пробивает ветер и обязательно кормушка должна быть небольшого размера потому что чем больше флет фидерная кормушка тем хуже у нее характеристики полетные отталкиваетесь на своих удилищах таким образом от тестового диапазона то есть если давайте на примере блэкпула если заявленный тест 180 грамм то кормушка 100 грамм идеально подойдет для сверхдальних забросов если тестом 160 грамм тогда это 80 грамм кормушки запас должен быть где-то примерно 80 грамм катушки которые используются также для дальних забросов это размер шпули но не менее скажем так 8000 либо же 14 тысячные катушки по классификации шамана я использую рондель он в размере 10000 у него long cast шпуля удлиненная хорошо хорошая укладка лески поэтому мне ее вполне достаточно чтобы совершать дальний заброс сейчас у нас дистанция отбита 150 метров на первой клипсе боковой ветер я попробую вам показать как выглядит правильный заброс флэт фидер ным удилищем не совсем удобный помост у нас но ничего страшно клипса на удилище сейчас давайте разберем по частям что нужно делать и что нельзя делать для дальнего заброса первое на что стоит обратить внимание это на постановку ног многие разбегаются тем самым пытаясь забросить дальше но это неправильно вы просто-напросто теряете точность и теряете дальность постановка ног должна быть таким образом корпус у вас развернут на ориентир на который вы забрасываете ноги немного развернуты в правую сторону чтобы вам сделать удобно подшагивание левой ногой перед забросом но я правша я подшагиваю левой ногой если человек левша наверное будет же наоборот после того как вы заводите удилище нужно сделать правильный свист ошибка те кто пытается бросать на него это очень короткий свист как правило это 50 сантиметров 70 сантиметров это неправильно свист должен быть примерно около ну на вскидку полутора метров минимум свист в полудилища делаем так вам будет более понятнее после того как мы сделали свист убедились что нету нигде перехлёстов заводим удилище за голову правая рука у нас смотрит всегда практически прямо вверх мы не не бросаем бросковая рука у нас левая далее чтобы сделать максимальное приложение силы нужно еще включить корпус и в конечно и в конечной точке когда заброса мы включаем еще плечо то есть мы не бросаем прямо вот таким образом это неправильно нужно всегда доводить корпусом и еще в конце вставлять плечо таким образом вы еще сильнее прогружаете бланк удилища и заброс будет дальше я не сказал о леске которую мы используем леска у нас 0 265 всю нагрузку при забросе принимает левая нога то есть сначала мы опираемся на правую ногу и во время заброса уже переносим всю нагрузку корпуса на левую также я сейчас хочу чтобы в заведленном виде увидели как разворачивается корпус и как мы доводим плечо в конечной стадии еще и часто слышу что люди пишут мне и все время говорят при встрече у меня происходят отстрелы когда я пытаюсь сделать силовой заброс есть несколько причин первое это узел который соединяет основную леску и шок лидера я всегда использую только морковку это вот такой вот узел у которого все концы выходят в одну сторону соответственно через кольца он вылетает вперед ничем не цепляется и максимально безболезненно проходит через кольца и вторая большая ошибка в этой стадию это когда человек не стабилизирует удилище после заброса то есть у вас задача при выбросе когда вы уже отпустили палец зафиксировать удилище под углом примерно 10-15 градусов удилище стабилизируется для того чтобы минимизировать паразитные колебания после заброса если вы его не зафиксируете на одном месте у вас вершинка удилище доходит нижнюю часть часто бьете в воду и в этот момент происходит узел происходит заглёзд узла шок лидера об кольца на квивертипе об самые маленькие из-за этого происходит отстрел либо поломка квивертипа стабилизация удилища это резкая остановка после силового заброса то есть когда вы бросаете вы делаете шаг и стабилизируете на одном месте при забросе удилище мы держим него таким образом прямо над головой а выводим его немного в сторону у вас меняется траектория заброса если у вас бланк проебается из-за головы прямо то здесь она идет по оси это еще один способ максимально прогрузить удилище камлевую часть где вы держите рука левая должна идти у вас под левый бок вот таким вот образом максимально тянем вниз либо можно его еще ниже проводить это уже кому как удобно будет главное правую руку не сгибать если вы сгибаете правую руку таким образом вы сразу теряете дальность силу заброса держите ее прямо она просто вас скажем так поддерживает удилище а бросает всегда левая рука друзья я надеюсь мои советы помогут вам увеличить дальность вашего заброса и улучшить вашу технику вы были на канале флагман рыбалка и туризм я кучерявинка растислав оставляйте свои комментарии ставьте палец вверх если вам понравилось видео и до встречи на водоемах а